Осама Фати Рабах Аль-Шариф, будущий президент группы Amviral Holdings Limited, получил высшее образование в Александрии. Мужчина закончил Арабскую морскую академию, где изучал судостроение и управление бизнес-проектами. Знания, полученные в университете, Осама успешно использовал для построения собственного бизнеса, который организовал после продолжительной работы на крупнейших представителей морского дела. В 1992 году мужчина стал руководителем подразделения American President Lines Company, APL, судоходной компании мирового класса, пришедшей на рынок морских логистических услуг в Египте. А через пять лет бизнесмен организовал собственную транспортную компанию Истка, детище Осама доставляло грузы при помощи контейнеров. Подобного рода логистических предприятий в Египте, кроме пришедшей APL, практически не существовало. Благодаря работе Аль-Шарифа военный порт Абабия трансформировался в торговое предприятие. Подобные изменения позитивно сказались на экономике Египта. Руководители American President Lines Company заметили успехи Осама и предложили бизнесмену контракт, по которому организация Аль-Шарифа стала эксклюзивным агентом судоходной компании. Мужчина не остановился на достигнутом, состояние бизнесмена росло. В 1999 году Осама объявил об основании Amviral Holdings Limited группы компаний, работающие в нескольких областях. Новая организация Аль-Шарифа имеет собственные интересы в нефтяном бизнесе, морских перевозках, информационных технологиях и усовершенствовании работы торговых портов. Первой целью египтянина стал порт Таэн-Сохна. Правительство Египта без возражений доверило управление Аль-Шарифу, уже зарекомендовавшему себя как профессионал. Тактическое решение оказалось верным. К 2002 году непримечательный порт стал одним из главных государственных предприятий, который сотрудничает с мировыми частными компаниями и постоянно приносит в казну страны ощутимый доход. К 2005 году благодаря Осаму Айн-Сохна привлек иностранные инвестиции в размере 1 миллиард долларов. 1 марта 2005 года Аль-Шариф вошел в совет директоров компании Magnesium International Limited организации, специализирующейся по добыче и обработке магниевых и других инновационных сплавов. Впрочем, интерес к компании египетский бизнесмен утратил уже в 2007 году, оставив за собой пакет акций. В 2017 году стало известно, что к проектам Осамы присматривается организация Gulf Capital. Инвестиционная фирма Изабу-Даби намерена приобрести пакет акций Amviral Holdings Limited и вложить в бизнес Аль-Шарифа знак доллара 25-30 миллионов единственной свадьбой, о которой сообщили мировые СМИ, стало бракосочетание миллиардера с моделью Ксения Идели. Само бракосочетание состоялось в июне 2016 года. История знакомства пары неизвестна, но молодая жена с радостью поделилась рассказами о том, что Осама в буквальном смысле завалил девушку цветами, драгоценностями, а также предоставил возможность пользоваться частными самолетами и домами. Торжественное событие девушка спланировала самостоятельно, жених не ограничивал возлюбленную в финансах. В итоге церемония обошлась Осаму в 1 миллион евро. Пикантность ситуации придает разницу в возрасте молодоженов. На момент важного события новоявленному супругу исполнилось 62 года, а жене – 26 лет. Первую годовщину семья встретила порознь. Бизнесмен не смог покинуть Египет из-за работы, поэтому организовал Ксении праздник на расстоянии, девушка живет в США отдельно от мужа. Мужчина подарил возлюбленной серенаду в исполнении профессионального певца и нанял людей, которые завалили дом цветами и воздушными шариками.